МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания ГОРД. Вы смотрите программу Время Говорить. И это время мы сегодня, надеемся, с пользой потратим на следующие темы. Коротко о главном в сегодняшней панораме рязанских событий. Горит трава, горят дома. Последние данные от пожарных и картинки от народных репортеров. В Севастополь с нами. Рязанский медицинский десант вернулся из города русских моряков. Пошло дело. Школьники первыми начали расчищать пруды в песочне. Помогали чиновники и депутаты. А теперь обо всем подробнее. Рязанские пожарные с большими опасениями проживают каждый день. Опасения связаны с той одержимостью, которую проявляют рязанцы, возжигая здесь и там сухую траву. Например, на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям были озвучены такие цифры. С начала года, считай, с весны, пожарные выезжали 154 раза на тушение горевшей сухой травы на территории столицы региона. Площадь возгорания оказалась в несколько раз больше, чем в году прошлом. Это о том, что происходит. Теперь о том, что власти огнеборцы намерены делать для того, чтобы мы с вами и вовсе не прогорели заботами поджигателей. Так вот, к началу мая горожанам обещана опашка противопожарной полосы в тех местах, где пылающая трава может достичь лесов или домов. Что касается Солочи, то в случае чего люди будут вывозиться 15 автобусами и тремя грузовиками. Спасенные от пожаров будут жить в помещениях Дворца молодежи, Центр «Октябрь», ДК «Приокский» и Дворца детского творчества. Так что культура придет на помощь погоревшим массам. Пожарные гидранты в Солочи находятся в исправном состоянии, твердо заявили на заседание представители горводоканала. Но не только леса и травы способны гореть. Об этом уж мы хорошо знаем. Достаточно вспомнить печальную историю рязанских частных избушек, которые полыхают за милую душу. А вчера после обеда на улице Яхонтово в Рязани взялась огнем квартира в пятиэтажке. Брандмейстеры спасли из огня шестерых человек, половина из них дети. А вот жилплощадь выгорела дотла. Первые тревожные сигналы заметили очевидцы, сотрудники одного из ближайших офисов. По неофициальной информации, они и вызвали пожарную бригаду. Да, да, вызвали, вызвали. Из квартиры в доме напротив шел черный дым. Непрошлое нескольких минут так показались языки пламени. И вот уже не разглядеть балкон сверху. Бороться с огненной стихией прибыли пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава. В это время большинство жильцов на работе. Пожарным пришлось спиливать некоторые двери, чтобы добраться до пострадавших, оказавшихся запертыми в собственных квартирах. Трое из них – дети. К счастью всех, удалось вовремя вызволить из горящего дома. Даже сегодня жильцы и прохожие не рискуют проходить под окнами горевших квартир. На тротуаре еще лежат обугленные вещи. Территория оцеплена оградительными лентами. А многие квартиры в подъезде даже не закрыты. Мы пришли уже здесь, это было. Вы в этом подъезде живете, да? А ваша квартира пострадала? Нет, первый этаж. А сейчас газ, вода, свет есть? Сейчас да, и все. Эксперты еще не озвучили официальную причину пожара, но сами пострадавшие во всем винят хозяина сгоревшей квартиры. Вы могли предположить, что в этой квартире что-то подобное случилось? Конечно, там парень живет, шпанат. Ущерб жильцам нанесен немалый. Кто-то потерял не только личные вещи, но и домашних любимцев. Капитальный ремонт тоже влетит в копеечку. В минувший уикенд рязанские дорожные полицейские дружно и весело сдавали кровь. Причина сего – самое благородное дело было перед Всероссийским днем донора. Ну а сегодня тема получила продолжение. Собственной кровью полицейские заработали подарки для малышей из рязанского дом-ребенка. Прошлый репортаж снимала Наталья Новикова. Кому как не ей и продолжить его. Это здание, расположенное на высоковольтной, чуть стороне от оживленной дороги, напоминает детский сад или ясли. Но это не детский сад, а дом ребенка, куда детей по разным причинам приносят, а вот уносят или уводят гораздо реже. И, конечно, все эти ребятишки, несмотря на добрых и внимательных воспитателей, относящихся к каждому как к своему собственному, лишены очень многих важных вещей. И могут ли им помочь люди посторонние, но искренне желающие помочь, уделить внимание, привезти игрушки. Сегодня рязанский дом ребенка посетили дорожные полицейские. Пришли, конечно, не с пустыми руками, принесли подарки и частички своих сердец. Сотрудники все желающие могли сдать определенную дозу крови. Все полученные средства от сдачи крови сотрудники добровольно отдавали на то, чтобы мы смогли приобрести детям подарки. И вот сегодня мы приехали для вот этих детей, которые остались без попечения родителей, привезли подарки от сотрудников госавтоинспекции. Ну и в первую очередь, конечно же, нам хотелось подарить свое тепло, свою ласку и внимание этим детям. А подарки, кстати, покупали на заработанные собственной кровью деньги. Напомню, что на днях вне донорства госавтоинспекторы участвовали в акции по переливанию крови, которая, как оказалось, благородна вдвойне. Еще о медицине как символе благородной взаимопомощи. Рязанские врачи вернулись из города русских моряков Севастополя. Там они помогали крымским коллегам работать с пациентами. Медицинский десант из Рязани, равно как и из других городов, оказался как раз кстати. Известно, что наши специалисты ежедневно принимали от 20 до 40 пациентов. Сегодня рязанские медицинские десантники дали пресс-конференцию, рассказывает Оксана Тебенихина. Группа рязанских врачей по поручению главы региона Олега Ковалева в середине этого месяца отправилась в Севастополь для оказания медицинской помощи местному населению. На сегодняшний день врачи из ОКБ, больницы имени Семашко, госпитали для ветеранов воин, кардиодиспансера и горбольницы номер 5 вернулись на родину в Рязань. И рассказали журналистам о том, как проходили их трудовые будни на возвращенной территории России. Мы с радостью откликнулись на предложение губернатора области и Министерства здравоохранения поехать оказать диагностическую, лечебно-диагностическую, консультательную помощь в выявлении, лечении сердечно-сосудистых заболеваний и иных по тем специальностям, которые вам уже назвали, и по которым традиционно складывается дефицит профессий. И это мы там наблюдали. И с удовольствием встретились с ветеранами. Рязанские доктора вели прием пациентов на базе Севастопольской больницы номер 3. Офтальмолог, терапевт, отоларинголог, хирург, невролог, врач УЗИ. Осмотрели наши врачи около полутора тысяч человек. Ну а возглавила делегацию заслуженный врач России кардиолог Галина Лазарева. Мы провели большую работу, посмотрели большое количество пациентов. Учитывая, что предстоит нашим коллегам сейчас переход на обязательное медицинское страхование, мы понимаем, сколько будет сложности в момент этого перехода. Я уже в течение этих двух дней после поездки договорилась с федеральными центрами в Москве о консультации. Послали мы документы всех больных о консультации и скорейшем решении вопроса о хирургическом лечении тех проблем, которые мы там выявили. Работа есть работа. Это дело понятное. Тем более для врачей. Но больше всего нас интересовало то, какой была обстановка в городе, каким было самочувствие граждан не только физическое, но и эмоциональное. Ветераны были очень благодарны и очень довольны всем этим, и в городе, и где бы мы ни находились. Хорошо встречали. Я даже к троллейбусе ехала, и у меня просто женщина не знала, как доехать, ушла одна от группы. И как доехать мне куда-то, до гостиницы. И обратилась, они все объясняли, все объясняли. Давайте мы вот здесь заплатим, давайте все. И я просто на ушко говорю, слушайте, а есть такие, которые недовольны? То есть интересно, как вот народ относит, да вы что, мы никогда, мы не видели, чтобы на референдум столько шло людей. То есть люди шли, на выборы не шли так никогда, а на референдум, чтобы вместе с Россией с удовольствием. Когда едем, везде плакаты, везде вот цветы, Крым и Россия. Особое внимание наши доктора уделили ветеранам Великой Отечественной войны. Полный медосмотр, восстановление документации. В общем, с этой категории граждан был проведен целый комплекс работ. Рязанские доктора пообещали, что при необходимости они обязательно вернутся в Крымский регион, дабы помочь и поддержать местное население. Ну и еще о событии из рубрики «Продолжаем репортаж». Не так давно мы давали в эфир материал, снятый при участии жителей Песочни. Народ призывал городские власти посодействовать в очистке побережья любимых горожанами прудиков, которые украшают незмысловатый пейзаж спальных районов. Репортаж нашел отклик, градоначальство обещало содействие, тем более, что работа по прудам обозначена в социальной программе. И вот свершилось. А начало благому делу положили здешние школьники, рассказывает Наталья Новикова. На берегах Черезовских прудов в микрорайоне Дашково-Песочня прошел ежегодный школьный праздник-конкурс «Чистые пруды». Казалось бы, что здесь особенного. Но учащиеся общеобразовательных школ в очередной раз пришли навести порядок на берегах, расположенных недалеко от их учебных заведений прудов. Между тем, благодаря их инициативе, поддержанной наставниками и учителями, в Рязани появилась муниципальная целевая программа по охране городских водных объектов. Акции «Чистые пруды» проводятся уже пятый год подряд. В этом году в ней приняли участие четыре школы – 59-я, 62-я, 63-я и 72-я. Мероприятие было организовано по инициативе Детско-юношеского центра народных рязанских промыслов «Рязанский оберег». На торжественном открытии праздника были даже депутат областной думы Андрей Глазунов и депутат Рязанской гордумы Владислав Фролов, а также заместитель начальника управления благоустройством и дорожного хозяйства администрации Рязани Ольга Свинцова, префект Октябрьского района Виктор Двойнин. Акция очень полезная, естественно, которая в итоге переросла уже в муниципальную программу по очистке прудов. Этот пруд непосредственно через Уске уже очищался, и будет дальше тоже глубокая очистка его производиться. Мы надеемся на гораздо больше, естественно, внимания городской исполнительной власти, которые нам в этом помогают и сейчас, но хотелось бы гораздо большей помощи для того, чтобы это место внесли в парковую зону и побольше все здесь благоустроили для местных жителей. Конечно, объем мусора огромный, весь его убрать не получится. Вот этот гаражный кооператив, вы можете его снять, у нас мусорит, мы обязательно оштрафуем. Ну, хотелось бы, конечно, призвать, в первую очередь, поблагодарить тех ребят, которые мусор убирают сегодня, и призвать еще раз всех рязанцев не сорить, потому что мы любим свой город, хотим, чтобы он был чистый и красивый. А если все будут сорить, то никаких социальных и коммунальных служб не хватит для того, чтобы убрать этот мусор. Команды школьников соревновались в том, кто быстрее и чище уберет свой кусочек берега. Шли в зачет также униформа, плакат и девиз, с которым ребята вышли на акцию «Чистые пруды». Победу одержала школа 59, а проигравших, конечно, не было. Каждая команда получила сладкие подарки и пригласительные в Ледовый дворец. Мусора много сегодня собрали? Да, собрали много-много, попадает из тепла. Всяких пивных и очень много курят здесь, это уже понятно. Мы хотим, чтобы наши пруды стали чистыми. К тому же мой флотический класс. Да. Хотим делать чистым пруд, чтобы все было у нас чисто, аккуратно. Чтобы люди не сорили. Я хотела бы пожелать нашим взрослым, чтобы они брали пример с нас, тоже убирали, ходили на субботники и оставляли наш город, нашу область, нашу страну в чистоте. А ведь стоит прислушаться к подрастающему поколению и задуматься в следующий раз, оставляя после себя мусор. Ну а детям, которые своими руками убирали берег прудам, вряд ли впоследствии бросят обертку или фантик мимо урны. И хорошо, когда любовь к природе и к своему родному городу прививается с самого раннего возраста. На сегодня все, но впереди у нас программа подробностей. Известно, что в Рязани планируется глобальная застройка территории Дашково-Песочни за Ледовым дворцом. Через неделю в этой связи должны пройти публичные слушания по изменению зонирования. Сегодня в подробностях как раз и пойдет разговор о новом проекте. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин